Несмотря на эпид-обстановку как в целом по стране, так и в Армавире и близлежащих районах, осенняя призывная кампания стартовала традиционно 1 октября. Накануне этой даты в администрации города прошло специальное заседание под председательством заместителя главы Армавира Сергея Фролова. Участники заседания подвели итоги весеннего призыва и определили планы на ближайшую перспективу. Военный комиссар представил доклад, в котором проиллюстрировал конкретными цифрами ход прошедшей призывной кампании. 116 человек были отправлены в вооруженные силы и по 192 гражданам, по которым мы приняли решение о призыве весной, решение о призыве было отменено в связи с выполнением задания. На призыв не надо забывать, что у нас теперь три района Армавирно, Кубанский, Успенский район, поэтому Армавирцев ушло в войска у нас 116 человек. 192 гражданина – это тот ресурс, который мы будем отрабатывать также в период осеннего призыва. На 100% было выполнено задание по подготовке водителей, причем из 28 получивших эту специальность призывников 26 – жители Армавира. Призыв граждан проходил с соблюдением всех требований, установленных Роспотребнадзором. Военком подчеркнул, что среди призывников не было выявлено ни одного случая коронавируса. Пандемия внесла свои коррективы в розыск уклонистов. Если раньше таких насчитывалось около 100 человек, то в этом году их оказалось 186. Однако работа по выявлению тех, кто не желает выполнять воинский долг, продолжается, причем во взаимодействии с правоохранителями. В розыске у нас качественно принимают участие сотрудники полиции, отрабатывают наши обращения. Было 72 обращения направлено в ОВД в период весеннего призыва по розыску, все 72 отработаны. Понятно, что не каждому удалось вручить повестку в этих непростых условиях, но, как видим, 18 человек у были войска. Это достаточно хороший результат. Далее также сотрудники полиции и нашего ОВД качественно отрабатывают наши запросы по предоставлению сведений о перемене места жительства, либо получении гражданства, а также о наличии либо отсутствии судимости по гражданам, бывающим вооруженной силой. Осенний призыв вооруженной силы организован так, чтобы минимизировать риски заражения. Абсолютно все молодые люди наряду с традиционными медицинскими обследованиями пройдут ковид-тестирование. Организованное обследование на ковид будет проводиться централизованно в поликлинике номер один, в часы работы с 8 до 14, в 14-й кабинет. Также централизованно будет организовано терапевтическое обследование в призыве, которое также будет проводиться в первой поликлинике с 8 до 13 часов. Амбулаторное обследование лиц призывного возраста, общий анализ крови, мочи анализ крови на ВИЧ, гепатиты будет проводиться в территориальных поликлиниках по месту предъявления. Дентген-исследования также будут проводиться в дентген-кабинетах поликлиник по месту жительства с 8 до 12 часов. Заместитель главы Армавира Сергей Фролов проинформировал участников заседания о задачах по организации призыва граждан 1993-2002 годов рождения на военную службу осенью этого года и подчеркнул, что кампания должна пройти с учетом опыта по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, полученного весной. Марина Белова, Евгений Халманских, Служба информации, телеканала 360 Армавир.